Сегодня в нефтегазовой сфере области трудится 25 тысяч человек. И то, что работники отрасли получают высокие зарплаты, как оказалось миф. Около 40% рабочих по-прежнему получают оплату ниже минимального уровня. Об этом сегодня на встрече с представителями крупных промышленных предприятий области сообщил Акимобласти Бердебек Сапарбаев. Поводом для выездного совещания в акционерном обществе СМПС «Октубе Мунайгаз» стало обсуждение послания главы государства «Рост благосостояния казахстанцев, повышение доходов и качества жизни». Именно об этом и шла речь. Аким поручил руководителям предприятий повысить работникам заработную плату. Мы на себе взяли такое обязательство. Я уже сказал, что многие руководители нас поддержали повысить зарплату не менее 10%. И в первую очередь надо повышать, как сказал сам президент, зарплату тем категориям работников, которые получают меньше зарплаты. Мы знаем, что некоторые 400 тысяч, некоторые 500 тысяч получают. Особенно младший, средний персонал, они получают где-то 60, 70, ну может быть даже 40. Вот у нас имеется расчет, сколько процентов в нефтогазовом секторе получает меньше зарплату. Это получается около 40%. Это немало. По данным Акима, в области работают 29 компаний-недропользователей. И среди них немало тех, кто не выполняет свои контрактные обязательства перед работниками. Это такие компании, как «Арал Петролиум», «Вернал Оил Казахстан», «Завод нефтяного оборудования» и другие. Бердбек Сапарбаев пригрозил руководство этих предприятий крайними мерами, в случае, если ситуация не изменится. Между тем, в ТОО «Казахо» и «Лактубе» поддерживают инициативы президента. Здесь обещают повысить заработные платы сотрудникам по дифференцированной системе. Мы, как руководители крупных организаций нашей области, полностью поддерживаем инициативы, озвученные в послании главы государства. Ведем планомерную работу по увеличению доходов наших работников. В ожидаемом 2019 году планируется повышение заработной платы рабочих, непосредственно работающих на производственном объекте на 10%, а также инженерно-технического состава и специалистов, работающих в офисе на 7%. Акимобласти отметил, что благосостояние, развитие экономики, решение социальных вопросов о многом зависит от развития нефтегазового сектора. К слову, промышленность в регионе развивается. По итогам 9 месяцев рост в данной отрасли составил 5,7%. Произведена продукция на сумму свыше 1 триллиона 300 миллиардов тенге. Положительная динамика обеспечена за счет ввода новых производств, модернизации и цифровизации действующих предприятий. Асель Кенжалина, Мирлана Манжолов, программа «Факт». В первую очередь решить.